Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 марта, и я вот продолжая пикировку, хочу ответить еще на некоторые вопросы, которые приходят очень часто. Люди задают, которые только начинают свою вот эту выращивание рассады, огородную деятельность, на каком расстоянии я высаживаю свои томаты при пикировке. Вот сейчас как раз я пикирую Настеньку толстоногий для раннего урожая. И я скажу честно, я никогда не мерила сантиметром сколько, я все делаю на глаз. Вот у меня лоток, я примерно размаркировала, вот эти точки наделала. Но я вам хочу дать такой небольшой совет. Расстояние вы считываете, исходя из того срока, на который вы хотите сюда посадить томаты. Если, например, это будет у вас единственная пикировка, и вы хотите эти томаты продержать здесь до высадки в открытый грунт, то расстояние, конечно, должно быть большое, учет роста, они же вырастут, они сомкнутся. У меня это промежуточная пикировка, я вот специально принесла сейчас сантиметр, померила. У меня через 5 сантиметров, и так 5, и так 5, получается вот таким квадратно-гнездовым методом, что одинаковые у меня. Этот лоток у меня 21 сантиметр, но если бы лоток, я взяла вот тот, который более глубокий, он еще уже, тогда, возможно, у меня было бы здесь 3 дырочки. Еще раз повторяю, что все индивидуально, смотря какой лоток, смотря насколько вы высаживаете. Вот эти я высаживаю до того времени, когда они подрастут, и когда их можно будет распикировать в стаканчики. Сейчас они для стаканчиков еще не очень подросли, ну не то что, а просто есть возможность еще подержать их в лоточке. Он вот такой аккуратненький, компактненький, так что я сейчас выбираю самых толстеньких, и на расстоянии 5 сантиметров раскладываю. Вот при такой раскладке, видите, между ними еще есть расстояние. Еще примерно полмесяца, может быть даже целый месяц они у меня здесь посидят, ну до начала апреля точно. И в апреле я их буду раскладывать по стаканам, там уже тогда буду смотреть или в 200-граммовый, или в 500-граммовый. Вот такая вот многоступенчатая пикировка, перевалка, пересадка только для ранних урожаев. Конечно, если вы посеете в марте, особенно если в конце марта, и у вас всего единственная пикировка будет, высадите один раз чуть пореже, и все, они у вас до высадки в грунт будут там сидеть. А вот с этими, конечно, ситуация сложнее. Но для чего мы все это делаем? Только чтобы создать им комфортные условия. Сразу в большой объем их нельзя, потому что это не очень хорошо. Я вот высаживаю так, потом не поленюсь, пересажу еще раз. Все, до свидания.